В природной парке и заказник в Нинецком округе появятся новые особо охраняемые территории. Без проведения торгов юридическим лицам станет проще взять в аренду земельные участки. Детское кафе, площадка для выгула животных и не только в регионе подвели итоги конкурса бизнес-идей. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Создание новых и поддержка существующих охраняемых территорий округа. Эти вопросы губернатор округа Игорь Кошин обсудил с руководителем Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России Олегом Суткайтисом. Во встрече также принял участие профильный вице-губернатор Олег Белак. Нинецкий округ – один из приоритетных регионов для экологов из Всемирного фонда дикой природы России. Несмотря на большое количество уязвимых природных мест, система особо охраняемых территорий округа еще далека от совершенства. При норме в 10,5% к 2020 году доля особо охраняемых территорий в НАО пока составляет 4,8% от площади территории региона. Мы усилили работу по созданию охраняемых территорий, подчеркнул на встрече Игорь Кошин. В этом году в округе должны появиться природный парк Северный Тиман и заказник Паханческий. Важно, чтобы этот процесс шел при активном участии природоохранной общественности, так как именно вы обладаете необходимым опытом и знанием не только в подготовке обоснований к созданию новых заповедных территорий, но и в системной работе по поддержанию функционирования особо охраняемых территорий. Олег Суткайтис подтвердил желание фонда участвовать в природоохранной работе на территории НАО. Законопроект, предусматривающий расширение списка случаев для предоставления земельных территорий без проведения торгов, обсудили депутаты окружного парламента. Проект вносит дополнение в одну из статей действующего закона, согласно которым земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, либо земельный участок, государственная собственность, на которой не разграничена, предоставляется в аренду юридическому лицу без проведения торгов на определенных условиях. В случае размещения на арендуемом земельном участке объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, если они соответствуют приоритетам и целям, определенным в прогнозах, программах социально-экономического развития, государственных программах округа. Кроме того, нововведения предусматривают возможность предоставления земельных участков в аренду, в том числе и для реализации масштабных инвестиционных проектов в случае, если такие проекты предполагают строительство каких-либо из следующих объектов. Это объекты, размещение которых позволит значительно увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они размещаются, но не менее чем на 5 рабочих мест в поселении, не менее чем на 15 рабочих мест в городском округе. Объекты, размещение которых позволит значительно увеличить ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального образования, но не менее чем на 100 тысяч рублей. Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, жилые помещения специализированного жилищного фонда или предоставляемые по договорам социального найма гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций. Сети связи и сооружения связи, обеспечивающие организацию связи и доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет. Порядок определения соответствия объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов данным критерием будет устанавливаться администрация Неницкого округа. По итогам обсуждения парламентарии предложили вынести проект закона на рассмотрение комитета с рекомендацией принять во втором окончательном чтении на очередной парламентской сессии. Между тем, в Неницком округе определили победителей конкурса «Бизнес-идей», возможной к реализации на территории региона. При оценке проектов учитывалась возможность практической реализации идеи в современных условиях, степень ее проработанности, инновационность, уровень востребованности, а также социально-экономическая значимость. Всего на конкурс поступило 30 предложений от жителей округа. В основном бизнес-идеи касались сферы туризма, производства, организации и досуга. Лучшими признаны четыре проекта – мобильная гостиница в стойбище Большеземельской тундры, детское кафе, детская студия красоты и площадка для занятий спортом и выгула животных. Специалисты Фонда поддержки предпринимательства помогут авторам идей с их реализацией. Совместно будут подготовлены бизнес-планы и проработаны экономические модели. Но на этом конкурс «Бизнес-идей» не завершен. Департамент финансов и экономики и Фонд поддержки предпринимательства продолжают конкурс и принимают новые заявки от участников до 30 июня 2016 года. Приоритетными направлениями предлагаемых бизнес-идей являются разработка и внедрение инновационных продуктов, развитие туризма в регионе, предоставление социально-бытовых услуг населению, производство и реализация сельскохозяйственной продукции, новые способы продвижения и реализации товаров и услуг. За проезд по зимнику придется заплатить. Соответствующее нововведение сейчас обсуждают в региональном парламенте. Кому придется заплатить за проезд по зимней дороге? Весна – время подснежников. И речь, конечно, не о цветах. Во дворах зацвели брошенные автомобили. Регулировать и организовывать вопросы, связанные с использованием автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в Неницком округе, будут на законодательном уровне. Депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии представили проект закона, согласно которому надзор за дорогами будет осуществлять уполномоченный орган. По словам инициатора проекта Виктора Кмитям, вероятнее всего, это будет структурное подразделение Управления дорожного хозяйства, которое входит в Департамент строительства и ЖКХ Неницкого округа. Необходимость вынесения изменений в закон Неницкого округа связана с тем, что ежедневно в период работы зимника большегрузы нарушают искусственное полотно. Вот они будут в такие вот периоды весенние и осенние, когда возможно повреждение дорог, устанавливать необходимые ограничения по движению по этим дорогам, ограничения по весу, по тяжелогрузам. И это тоже понятно, потому что каждый из нас, который ездил по зимнику, прекрасно понимает, что такое ехать по колее, разбитой тяжелыми грузовиками. Когда не соблюдается такое ограничение, такой вот весенний-осенний период, и ты попадаешь на эту колею, ну, многие из нас тогда знают, что такое, и пользуются лопатой, подручными средствами, чтобы потом с нее выбраться. Поэтому для наших условий это тоже естественное такое требование, тем более, что в данном случае мы просто выполняем требования федерального закона. Как отметил председатель комиссии, по определенной методике будет определяться величина вреда, которая причинена большегрузом. За нанесенный ущерб для водителей будет установлен штраф. Абсолютно не ноу-хау. Во всех практически регионах есть такие исполнительные органы, есть вот эти весовые контроли, которые контролируют, чтобы тяжелый груз не двигался по дорогам, потому что они тогда подвергаются усиленному и ускоренному износу. Поэтому выигрывает один предприниматель или собственник, проигрывают все остальные. Данный проект закона сейчас находится на доработке, затем его рассмотрят на комитете и впоследствии он будет вынесен на сессию для принятия в первом чтении. Поэтому, вероятнее всего, он распространит свое действие только со следующего года. Дорожники Наринмар-Дор-Римстроя готовят технику к работе в летний период. Профилактический осмотр проходит 24 единицы техники. Для бесперебойной работы предприятия в сезон за счет средств окружного бюджета с привлечением лизинговой компании планируется приобретение трех самосвалов, бульдозера и экскаватора. По словам руководителя Наринмар-Дор-Римстроя Владимира Низьева, в настоящий момент у предприятия достаточно специалистов, техники и строительных материалов для успешного начала проведения ремонтных работ в регионе. В этом году предприятие планирует провести ремонт на автодороге Наринмар-Красная, Наринмар-Лаевош, Наринмар-Искатели от района мясокомбината до конечной остановки вискателей, а также по улице Воучейского и улице Ленина. Кроме того, по данным Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, планируется завершить работы по строительству дорог в новом микрорайоне по улице Авиаторов и на участках улиц Полярная, Рыбников, Рыбников и Честные сооружения. Также Наринмар-Дор-Римстрой намерено завершить действующие контракты по строительству уличнодорожной сети микрорайонов «Факел» и автомобильной дороги по улице Российской, ведущей в район Старого аэропорта. В борьбу с так называемыми «подснежниками» вступили специалисты городской администрации. Они проводят рейды, в ходе которых составляют фотоотчет об автомобилях, ржавеющих во дворах и на обочинах дорог. Данные сведения будут направлены в ГИБДД для того, чтобы найти хозяина-подснежника. Затем владелец этого автохлама получит предупреждение о том, что если он не избавит двор от своего ржавеющего имущества, то по результатам второй проверки униципальный контроль его накажет штрафом. Что грозит владельцам брошенных авто, расскажем далее. Каждую весну в Наринмарских дворах из-под снега появляются такие сюрпризы. Среди них автотранспортные средства, которые давно утратили свой прежний вид. А есть и вполне приличные, и даже с госномерами. Но хозяева о них почему-то забыли. А вот коммунальщиков и соседей такие весенние сюрпризы не радуют. В нашем дворе есть просто семьи, у которых по три, по две машины. Естественно, то есть они одной пользуются, а вторая стоит. Необходимо в гараже, конечно, строить гаражи и парковочные места необходимы. Затем пределами города. Они мешают. И бывает, что когда растает все, они стекают, вот снизу лед остается, они стекают на дорогу. И приходится милиционеров вызывать, чтобы это обратно их поставили на место. Есть у нас такие, но не знаю. Я насколько понимаю, юридических оснований убрать их нет, но мешаются. На основании положения, принятого городскими депутатами в прошлом году, у мэрии есть все полномочия, чтобы вести борьбу с нерадивыми хозяевами авто, которые захламляют дворовые территории. Существует такой порядок, когда муниципальный контроль выезжает, фиксирует находящиеся автомобили на территории города, во дворах, на улицах. И вначале фиксация идет, фотофиксация. Затем они через определенное время проезжают снова. И если автомобиль находится на том же месте, то имеют право наложить штраф взыскания владельцам этого автохлама. Для владельцев авто, которые не захотят убрать свое транспортное средство, согласно закону, грозит административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Для должностных лиц этот интервал составляет уже от трех до пяти тысяч. А вот предприниматели-нарушители могут заплатить уже от 10 до 30 тысяч рублей. Под эти штрафы могут попасть многие городские автолюбители. Согласно правилам и нормам по благоустройству территории и содержанию объектов, находящихся на территории города, которые приняты в середине прошлого года, следует, что владельцам личного автотранспорта запрещается использовать для долговременного хранения и размещения транспортных средств более чем 24 часа одномоментно проезжую часть улиц, проездов города и дворовых территорий. Временная стоянка личного автотранспорта не более 24 часов одномоментно на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Но эти правила распространяются только на те автомобили, которые имеют госномера. С теми же машинами, которые брошены без номерных знаков, еще проще. В этом случае убрать подснежник не составит труда. Заявление о захламлении может написать любой житель дома, около которого стоит авто без хозяев. Направить документ необходимо в чистый город. После этого на место выезжают сотрудники предприятия, фотографируют свалку, составляют акт. И вывозят хлам на полигон ТБО. Или отправляют предпринимателю, который интересуется автохламом. По данным мэрии, в 2014 году таких машин было вывезено 84. В прошлом – 75. Алена Валей, Антон Ведряков, Телеканал «Север». В Наринмаре готовятся к старту северного сияния. Впервые с 2016 года лыжные состязания войдут в зачет ГТО. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении между регионами субсидий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. На долю Ненецкого округа пришлось 4 756 000 рублей. Всего в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы 81 региону страны выделено более 2 млрд рублей. Средства предоставляются в частности на создание в дошкольных и общеобразовательных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, поддержку учреждений адаптивной физической культуры и спорта. За счет субсидий в 2016 году планируется дооборудовать около 1600 приоритетных объектов в стране, приспособить для детей-инвалидов 247 школ и 279 детских садов, «Оказать финансовую помощь 44 спортивным учреждениям», говорится в сопроводительном письме к документу. Новус, шаффлборд и джаккала. В эти игры теперь будут играть члены общества инвалидов Ненецкого округа. Покупка настольных игр для людей с ограниченными возможностями здоровья стала возможна благодаря полученному гранту. Как играть, а главное победить, рассказали на специальной презентации. Специальная доска и фишки – это игра джаккала «Голландский бильярд». Правила игры на первый взгляд просты. Игрок должен попасть фишками в специальные домики. За каждое попадание начисляются очки. Но есть исключения. Если сразу во всех домиках закрыты позиции, очки удваиваются. Вот в этом и есть весь азарт. Эту игру, а еще Новус и шаффлборд, общество инвалидов закупило на средства гранта. Из окружного бюджета они получили 60 тысяч рублей. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут в полной мере почувствовать себя и морскими волками, и керлингистами. Ведь настольные игры Новус и шаффлборд – прототипы таких игр, как морской бой и керлинг. Они максимально адаптированы под людей с ограниченными возможностями здоровья. На этих играх может играть любой инвалид с любым заболеванием. То быть опорник, или у кого-то даже кисти нет руки. У нас очень интересно было сейчас в Крыму молодой человек. Он вообще, у него нет обоих кистей. Но он все-таки умудрялся, играл и бросал эти фишки. Игры тренируют глазомер, вырабатывают координацию движений и силу воли. Вот сегодня мы тут поиграли. Я смотрю, насколько увлеченно они занимаются. И оказывается, не так просто. И они же все эти игры со смыслом. Они все нацелены на подготовку, не только физическую подготовку для людей с ограниченными возможностями. На поддержание здоровья. Но еще и где-то умственно надо так очень серьезно думать в этом плане. Кстати, состязания по этим настольным играм включены в программу соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители нашего региона уже выступали на всероссийских соревнованиях и имеют первые награды. А теперь, по словам председателя общества, медалистов среди членов организации станет намного больше. Ведь сейчас есть где тренироваться и оттачивать приемы. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Более 800 лыжников НАУ готовятся к старту «Северного сияния». Окружной физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам стартует в Наринмаре 7 апреля. Гонки будут проходить на лыжероллерной трассе старта. 7 апреля спортсмены смогут опробовать трассу на официальной тренировке. 8 апреля на стартовые ученики 5-11 классов, студенты и состоявшиеся спортсмены. Торжественное открытие соревнований, гонка на выбывание среди профессионалов и заезды самых юных участников из детских садов и начальной школы состоятся 9 апреля. В день закрытия спортивных игр 10 апреля будет организована индивидуальная гонка свободным стилем. Массовый старт для спортсменов разных возрастных категорий. Самым выносливым предстоит преодолеть дистанцию 30 километров. Впервые с 2016 года для школьников и студентов округа лыжные состязания «Северное сияние» пойдут в зачет ГТО.